Иван Бунин Темные аллеи В холодное осеннее ненастье На одной из больших тульских дорог, залитой дождями И изрезанной многими черными колеями К длинной избе в одной связи, которой была казенная почтовая станция, А в другой частная горница, где можно было отдохнуть Или переночевать, пообедать или спросить самовар, Подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом Тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армике Серьезный, темноликый, с редкой смолиной бородой Похожий на старинного разбойника А в тарантасе стройный старик военный в большом картузе И в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником Еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II Которое столь распространено было среди военных в пору его царствования Взгляд был тоже вопрошающий, строгой и вместе с тем усталый Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем И, придерживая руками в замшевых перчатках полушинели, возбежал на крыльцо избы «Налево, ваше превосходительство!» — грубо крикнул скользил кучер И он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенце, потом в горницу налево В горнице было тепло, сухо и опрятно Новый золотистый образ в левом углу Под ним — покрытый чистой суровой скатертью стол За столом — чисто вымытые лавки Кухонная печь, занимавшая дальний правый угол Нова белела мелом Ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегами-попонами, упиравшейся отвалом в бок печи Из-за печной заслонки сладко пахло щами Разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее, в одном мундире и в сапогах Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове Седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка кручавились Красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенце «Эй, кто там?» Тотчас след за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая И тоже еще красивая, не по возрасту, женщина Похожая на пожилую цыганку С темным пушком на верхней губе и вдоль щек Легкая, на ходу, но полная С большими грудями под красной кофточкой С треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой «Добро пожаловать, ваше превосходительство!» «Что ж так? Вдова, что ли? Что сама ведешь дело?» «Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить И хозяйствовать я люблю» «Так-так, это хорошо, и как чисто, приятно у тебя» Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь «И чистоту люблю», — ответила она «Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич» Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел «Надежда, ты?» — сказал он торопливо «Я, Николай Алексеевич», — ответила она «Боже мой, боже мой!» — сказал он, садясь на лавку и в упор, глядя на нее «Кто бы мог подумать, сколько лет мы не видались, лет тридцать пять?» «Тридцать, Николай Алексеевич, мне сейчас сорок восемь А вам под шестьдесят, думаю?» «Вроде этого, боже мой, как странно!» «Что странно, сударь?» «Но все, все, как ты не понимаешь?» Усталость и рассеянность его исчезли Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол Потом остановился и краснеет, сквозь седину, стал говорить «Ничего не знаю о тебе с тех самых пор Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?» «Мне господа вскоре после вас вольную дали» «А где жила потом?» «Долго рассказывать, сударь» «Замужем, говоришь, не была?» «Нет, не была» «Почему? При такой красоте, которую ты имела Не могла я этого сделать» «От чего не могла?» «Что ты хочешь сказать?» «А что ж тут объяснять?» «Небось, помните, как я вас любила» Он покраснел до слез и нахмурясь, опять зашагал «Все проходит, мой друг, забарматалон» «Любовь, молодость, все, все, история пошлая, обыкновенная» «С годами все проходит, как это сказано в книге Иова» «Как о воде протекшей будешь вспоминать» «Что кому Бог дает, Николай Алексеевич» «Молодость у всякого проходит» «А любовь другое дело» Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся «Ведь не могла же ты любить меня весь век» «Значит, могла» «Сколько ни проходило времени, все одним жила» «Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было» «А вот, поздно теперь укорять» «А ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили» «Сколько раз я хотел руки на себя наложить от обиды, от одной» «Уж не говоря обо всем прочем» «Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала» «А вы меня помните как» «А еще стихи мне изволили читать про всякие темные» «Обранные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой «Ах, как хороша ты была», — сказал он, качая головой «Как горяча, как прекрасная! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?» «Помню, сударь!» «Были и вы отменно хороши!» «И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку» «Как же можно такое забыть?» «Ах, все проходит, все забывается» «Все проходит, да не все забывается» «Уходи», — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну «Уходи, пожалуйста» «И вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил «Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила» «Она подошла к двери и приостановилась» «Нет, Николай Алексеевич, не простила» «Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, «Простить я вас никогда не могла» «Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было» «Оттого-то и простить мне вас нельзя» «Ну да что вспоминать, мертвых спогусто не носят» «Да-да, не к чему, прикажи подавать лошадей» «Он, отходя от окна, уже со строгим лицом» «Одно тебе скажу, никогда я не был счастлив в жизни» «Не думай, пожалуйста» «Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно» «Жену я без памяти любил, а изменила» «Бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя» «Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал» «А вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести» «Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история» «Будь здорова, милый друг» «Думай, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни» Она подошла и поцеловала у него руку Он поцеловал у нее «Прикажи подавать» Когда поехали дальше, он хмур думал «Да, как прелестно была, волшебно, прекрасно» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку И тотчас стыдился своего стыда «Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни» «К закату проглянуло бледное солнце» «Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал» «Наконец сказал с серьезной грубостью» «А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали» «Верно, давно изволите знать ее» «Давно, Клим» «Баба, ума, палата» «Все, говорят, богатеет, деньги в рост дает» «Это ничего не значит» «Как не значит? Кому же не хочется получше пожить» «Если с совестью давать, худого мало» «И она, говорят, справедливо на это» «Но крута» «И отдал вовремя пеняй на себя» «Да, да, пеняй на себя» «Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду» «Низкое солнце желто светило на пустые поля» «Лошади ровно шлепали по лужам» «Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови и думал» «Да, пеняй на себя» «Да, конечно, лучшие минуты» «И не лучшие, а истинно волшебные» «Кругом шиповник алый цвел» «Стояли темных лип аллеи» «Но, боже мой, что же было бы дальше» «Что, если бы я не бросил ее» «Какой вздор» «Эта самая надежда» «Не содержательница постоялой горницы» «А моя жена, хозяйка моего петербургского дома» «Мать моих детей» «И закрывая глаза, качал головой» «Он прозон может быть прибыли вз headnych» «Эта самая надежда»